Национальное тело Испании Время от времени там и тут в книжках, путеводителях, оговорках и проговорках экскурсоводов мелькают удивительные факты. Вдруг выясняется, что Эль Греко жил буквально в еврейском квартале, что его жена с внешностью кроткой еврейской девушки, модель для всех его Мадонн и мать его единственного любимого сына Хорхе Мануэля, не была с ним венчана. Почему? Никто на этот вопрос не отвечает. В Прадо с автопортрета молодого Веласкеса на вас смотрит юноша восточного типа. В Израиле таких лиц. Через третьего на четвертое выясняется, что отец его был вообще-то из Португалии, на территории которой скрылись после изгнания 120 тысяч испанских евреев. Выясняется, что фамилию вообще-то он взял почему-то материнскую. Но это-то мы понимаем. И что впоследствии, уже будучи придворным живописцем, Филиппа IV долго, унизительно долго не мог вступить в орден Сантьяна, куда так стремился попасть. И что этим делом даже занималась все та же святая инквизиция, перед которой художник должен был доказывать свое благородное происхождение. Кстати, так и не смирились высокородные рыцари ордена Сантьяго с плебеем Диего Веласкесом. И когда тот умер, даже не явились на похороны, как это положено по уставу ордена, так что к могиле великого живописца несли на своих плечах рыцари ордена Калатрава. Словом, с первых минут Испания обрушилась на меня всей трагической мощью истории моих предков. Она не была домашней, она не была нашей, она изгнала меня за пять веков до моего рождения.